ну вы наверное уже из предыдущего видео дни столько из него поняли что из луков 60 62 фунта но с которыми как правило все в общем-то и пытаются охотиться вот как с максимально разрешены российской федерации вот ну там 63 на самом деле да может быть даже 64 но 27 килограмм плюс 5 процентов как погрешность измерения трактуемую в пользу того в отношении кого производится криминалистическая экспертиза как погрешность измерения ну вот для этих луков по всем даже каноническим таблицам и стан с учетом того что у вас стрела если не обрезанная вы ее как правило берете чтобы палец вот этот вот не попадал в брод хэд установленный на стреле там да и вы не порезали его до потому что там вытянули по привычке всю кисть вперед там да здесь коснулись там брод хэда вот чтобы он не попадал вам в пальцы но стрела должна быть немножко длиннее чем ваш собственно говоря ну растяжка да скажем так не выйти когда растяжка до плюс запас воды соответственно стрелы короче 30 дюймов ну практически ни у кого не окажется необходимыми для этого дела чтобы обеспечить до работать тем более в перчатках поэтому ну а обрезать и переклеивать там инсерты там до кустарным способом делать обрезку стрел но это тоже очень крестьянство да ну если ты знаешь все правильно ну купи себе все правильно да они же бывают какие угодно там хотят 26 до 32 вот поэтому ну если купил правильно и подобрал правильно то чё ж тогда у тебя все так хуёво поэтому если лук 60 62 стрела 30 да ну грубо говоря для тех в среднем максимумов которые существуют то есть у вас растяжка там 28 29 ну здоровый мужик обычный тогда вот то на длине 30 при луке 62 фунта да с установленным брод хэдом стрелы меньше чем 340 ну никак не могут бы остановиться в этот лук в магазинах таковых и в общем-то как бы нет а из китайских ну вот мусеновский это самый такой ходовой товар там да по качеству по всему стрейт нас есть 6 тысячных и 3 тысячных есть и тысячи тысячная одна да поэтому собственно говоря на все ваши запросы у них есть соответствующие предложения вот поэтому но меньше чем 340 стрелы соответственно для боу хантинга даже с обычными там поселковыми луками они не годятся да вот если вы ставите брод хэд там 120 150 вам уже нужна стрела 330 да а если лук чуть при жаре стрела чуть подлиннее ну то есть растяжку у вас там не 28 до 30 и стрела вам нужна как минимум 32 да вы еще установили в стрелу соответственно для большей проникающей способности утяжелители в инсерт передний в инсерт задний мы соответственно о них поговорим там да то никак стрела меньше 300 для боу хантинга даже с разрешенным луком не годится не говоря уже о самом ходовом фунтаже в 70 которые используют в общем-то профессионалы поэтому стрел таковых вы собственно говоря и не найдете в магазинах все говорят что мы бы у хантера мы покупаем что интерлопер вектор а он не был никогда даже 350 мы замеры показывали это минимум трехсот восьмидесятые стрелы они вообще ни для чего не годятся до карбон экспресс который вы покупаете это по стрелочные стрелы все которые имеются в магазинах 350 они вода самым лучшим случае ну обычная собственно говоря картина без всяких там определенных там шовинизмов тому попыток ну просто постреляли там это самое на 25 поэтому вот так артина что мы с вами там настреляли на 25 метров это вот я кстати полочку испытывал напы на алиэкспресс появились соответственно по цене вдвое дешевле чем в магазинах да ну как вот эти вот стрелы они мне обходятся там ну как правило 120 130 рублей за стрелу ну а то и того дешевле там да соответственно в магазинах это все 450 как минимум но такого качества вы не увидите как и мусенов магазин соответственно место революшина да с которым я все время стрелял вот с этого лука я вот сюда поставил на пса алиэкспресса да вот ну вот как бы абсолютная апач там да никаких нареканий нету и вот то что я все время покупал там в интерлопе и там да со всеми этими самыми да ну вот по факту с али пришло то же самое то есть это вот то что что у нас в магазинах именуется американским на помну это на алиэкспресс тот же самый на пыль поэтому вот я проверил посмотрел но на самом деле это одна и та же полка вот и никаких отличий совершенных там нету да поэтому ну и на п соответственно мы понимаем что делаются в китае вот значит по стрелам по стрелам получается что самое минимальное необходимое для профессионального бухан тинга ну вообще для какого-то бухан тинга скажем так там да вот не вольера но на 20 метров где стрела может лететь как хотите да лишь бы вот она приходила вот в точку на двадцатники что не мудрено потому что даже с таким разлетом соответственно вы везде попадете это я вот для пристрелки полки пока гонял туда вправо влево все установки вот все все равно вот в этом шарике вниз контрольные там пару штук в желтая сумму близко к центру ну все результат как бы зачетный до настройка закончена очень по полка допущены к эксплуатации ну и соответственно получается что даже в обычных магазинах стрелка на 340 тем более мусыновский со стрейт носом там 001 1 тысячная говорят только истон такие выпускает истон то есть сам тоже половина делается в китае включая их с 10 которые там спортсмены за пять тысяч покупают через финский сайт истон там да и так далее через те же самых русских продаванов на самом деле которые этот сайт на себя и зарегистрировали и продают китай под видом истон потому что x10 на самом деле в оригинале и если в китай никогда не делала это слоеный сэндвич который делается только в америке только на гордон композит собирают там это сам вот ну соответственно из того что мы можем купить в магазине нам купить нечего купили бы за 350 и вектор но вот после моего предыдущего видео о замерах реальной жесткости этих стрел после того как у человека вектор соответственно разлетелся на 6 частей и многие повторили мои нехитрые замеры и и пришедшие результаты в общем-то многих повергли в шок и если у них там имеющийся карбон экспресс даже куплены через ебэй подтверждает свою жесткость то вектор то оказался у всех разной жесткости но у всех в районе 400 вместо 350 50 это вот самые жесткие стрелы а те которые 400 они там показали 460 и 480 и даже 500 все разные на самом деле оказались поэтому что-то путное для начального даже бухандинга вы можете купить только либо на алиэкспресс либо на ибэй либо еще где-то там да причем вдвое дешевле чем вы это же самое могли бы купить бы в россии если бы тут это бы продавалась бы но по факту то ничего этого в магазинах нет даже хорошего качества 350-х стрел а вот чем же стрелять вопрос ответ соответственно встает вопрос где же брать стрелы для того чтобы заниматься боу-хантингом идти на охоту и что это собственно говоря должны быть за такие стрелы тогда которые в общем-то в магазинах ты не продаются из того что мы в магазине реально можем купить ну максимум что в принципе мы можем найти это вот и станды торч на 330 единиц но они еще бывают естественно в номинаре 400 и так далее вот приличной длины но который можно иногда найти было раньше в магазинах достаточно бюджетным вариантом по сравнению с истином являлся всегда в общем-то максимум максимум хантер стрелы достаточно профессиональные с точки зрения что у них всегда было и ограждение вокруг ногов наружное там да ну достаточно давно они уже использовали вот этот прием ну а и станды торч с давних лет имела металлические задние ноги вставляемые с и инсертами внутрь шафта и кольцо виде ограждения которое либо встраивалась в ног либо отдельно одевалась это теперь мы это все как бы в общем заказываем отдельно ну а исторически это все дело продавалось ну да если у вас в принципе лук в районе 60 фунтов а растяжка там 27 28 и бродхед не очень тяжелый то вот этот вариант вам в общем-то пойдет в принципе мы могли бы конечно использовать стрелы фокус да который у нас именуется тут жесткостью 350 но мы убедились что по факту то она в общем-то не менее 400 да и вот с этими наконечниками здесь они вот все уже замененные на вот удлиненные вставленные внутрь вплавленные то есть мы берем самые длинные фокусы там да либо как-то выламываем либо вынимаем там да с растрескиванием либо выбиваем вырезаем потому что в плавлено не на термо клее она какой-то клей который не не извлекается алюминиевые инсерты которые гнутся ломаются при первом же выстреле с учетом того что пулеобразная головка она сразу рикошетит от чего угодно поэтому в любом случае если вы попадаете не в супер мягкое какое-то основание вас ждет искривление облом там до растрескивание шафта и все такое прочее поэтому изначально берем фокусы либо уже убитые восстанавливаем на более короткую растяжку либо новый аккуратно и все пытаемся как-то извлечь методом подкручивания там да и вибрации вынимаем и вставляем сюда совершенно другие в общем-то наконечники ну и задними инсертов мы поступаем так же но это опять же это будут стрелы на 400 даже если написано 350 если мы в принципе пытаемся ограничиться какой-то там вот этой составляющей для блочников о которой я упомянул то мы в принципе в качестве бюджетного какого-то варианта можем взять карбон экспрессовский там терминаторы или мы на или им аналогичные там да вот стрелы соответственно в барабанах берем их как можно больше чтобы запас был в магазинах вы их просто так лежащими не найдете даже вот эти стрелы вот либо барабаны и стенды торж ну в одну сторону там 400 и если вы стреляете ими в режиме пострелушек там да либо 330 если вы на них собираетесь навесить хороший тяжелый броад хэд чтобы у вас результат получился такой же как вот у 400 да то есть вы вынуждены брать два номинала и 330 и 400 с учетом того что вы для броад хэдов увеличите длину и соответственно поставите сам броад хэд и стрелы 330 начнут вести себя практически как 400 да поэтому вот чтобы у вас как бы одинаково было все и при пристрелке и при по факту аху говорим там о реальной охоте с луками стандартного фунтажа продолжаем развивать то в целом вот кевлар аромидовые стрелы которые терминатор карбон экспресс они годятся в общем-то только на в принципе дичь то есть можно использовать их вот с мало захватом но это универсальный он заострением броад хэд вот этот это не обычный шокер а шокер броад хэд то есть он в любом случае значит свою цель найдет до срикошетить либо попадет прямо он все равно свое дело сделает да кумулятивного удара там не будет будет только летальный либо вот такие и либо в принципе там петлевые или насадка стрекоза вот но вот эти стрелы как бы ну не особо жалко если они вот улетят поэтому мы стреляем ими в основном по водоплавающей там да ну либо какой-то там боровой дичь там которая там наверху сидит там всякие там если не на полях то глухаритетеров на дереве тоже в принципе вполне нормальная там цель да включая рябчика вот то есть фактически вот эти если мы говорим о неких расходных для обычной охоты на 60 фунтовых луках то максима ред ну мы видели что она немножко показывает более слабые результаты чем максима хантер да вот ну так вот получается да поэтому мы ее можем использовать либо вот в режиме птица да либо в режиме зверь вот в принципе это вот уже как бы такой достаточно нормальный там на 60 фунтов летний лук вполне нормально мы с ними будем охотиться да но это предел как бы нормальности стрелы на 350 вот до 30 дюймов длиной и вот как бы с учетом того что они на самом деле дают показать там 360 370 вот то мы в принципе можем использовать их и туда и туда если охота то у вас посерьезнее немножко то вам нужно максима хантер максима про хантер вот ну естественно в натуральном исполнении да не китайского а корейского хотя бы вот разлива да и соответственно с ограждением со всеми остальными делами но это чисто зверовые стрелы в общем то по большей части которые годятся для охоты конечно летом зимой когда фунташу лука естественным образом будет повышаться да и в общем то мы всегда вкручиваем его к зиме потому что зверь то одевается и жировая прослойка у него там да вот ощущается поэтому нам большая нужна степень пенетрации поэтому мы конечно в общем то возьмем максимум про хантер вейт форвард во первых во вторых значит соответственно зимой на повышенном фунтаже стрелы которые дают заявленные 350 вот на растяжках до 30 они будут более логичны для применения если мы с традицией там где-то стреляем то нужно учитывать какая традиция если у вас там пострелочная до 45 фунтов то вот такие стрелы годятся потому что при заявленном там жесткости в 400 в 500 на самом деле то мы видели что они дают жесткость 600 с лишним да вот если вы их покупаете где-то на алиэкспресс но при этом даже если они будут там выполнены достаточно хорошо заявленных характеристик они не показывают здесь вам из из там традиционал аксис там да вот не обойтись либо карбон экспресс аналогичных стрел при этом если мы говорим об арбалетном варианте то ну любая там стрела идущая в комплекте с арбалетами там интерлопер да она в результате вам при первом же выстреле даст вот такой вот валан да который в дальнейшем делает совершенно бессмысленном стрельбу на большие дистанции а тем более вот стрелы 20 дюймовые они не годятся для того чтобы стрелять на большие дистанции это только полный долбаёк может ляпнуть что короткие стрелы летают там лучше на большие дистанции да там высер белорусский да там помните неравномерность схода да какой-то чмок бомж стреляющий по стаканчикам ролл там какую-то блять высранную из жопы фразу там да неравномерность схода блять чмок поганый вот соответственно стрелы на 22 мы бы брали вот такого типа но вот если вы видите то она достаточно мягкая вот на самом деле поэтому арбалетные стрелы у которых не заявлена жесткость и вы соответственно вы берете где-то там на алине вот аналогичные то вы готовьтесь к тому что вот это вот при стрельбе из арбалетов с плечами там 185 тем более 200 никак не годится хотя они не особо и годятся для стрельбы из арбалетов до 43 килограмм 15-20 я бы еще согласился вот но как бы на 43 килограмма вот эти стрелы не годятся если мы для арбалетов возьмем вот вообще как бы стрелы ну по аналогии с лучными для арбалетов 43 килограмма естественно мы будем вот считать с вами что maxima red maxima hunter maxima pro hunter вот weight forward там dual spine вот здесь написано dual spine то вот этими стрелами стрелять на охоте из арбалетов там до 185 фунтов рекомендуется да вот все вот это вот остальное это не годится потому что даже идущий там в комплекте там к темпоинтами про элит на самом деле это ничем иным кроме там флэтлайном не является и вот на скоростях с которыми стреляют барны это этим стрелять невозможно да ну и тем более даже если вы там взяли какой-нибудь там гильотин икс от поэланга но тот который называете там интерлопер стикс там да то все для него стрелы должны быть уже вот такие не менее чем иначе разверт у вас будет соответственно больше потому что стрела получая удар под зад она начинает вибрировать тем самым она отпрыгивает от направляющей вот результате конечно вы получаете говно говно не арбалет говно стрелы в первую очередь поэтому если вы хотите там в общем-то где-то выжить в арбалетном деле более-менее с какими-то понятными показателями вот на том же самом али есть стрелы с бог нен истон пить и вида оперением они сразу резко отличаются и это в общем-то огненный дракон до стрелы называются и у них на всех везде написано стрейт нас 001 да то есть если вы увидите то есть это стрелы достаточно жесткие высокоуровневые хотя вот здесь в прямую жесткость ее по методу истон не замерить потому что мы 28 дюймов то в общем то здесь не найдем да но естественно тот кто понимает как это все замеряется и может соотнести плечо к усилию то замерив он увидеть что жесткость этих стрел достаточно высоко да то есть она где-то в районе там больше 350 даже 320 330 поэтому вот эти вот стрелы но они на китайском подписаны но это да они соответственно вот так не называются на али но вы их по внешнему виду увидите у них вот здесь вот изображены такие вот символы пламени ну и тут они подписаны на китайском вот но и у них предупреждение есть собственно говоря инспекторов бифо и чуть-чуть то есть да проверьте стрелы перед каждым выстрелом вот из-за лишних только вот эти вот стрелы годятся да для стрельбы из арбалетов на 185 дюймов если мы говорим про ежедневные пострелушки вот с которыми мы в принципе все вот тестируем показываем вам из этих вот стрел то в первую очередь конечно стоит обратить внимание на стрелы муссен муссен спайн 340 это для них стандарт и вот если вы здесь увидите то здесь написано 003 это стрейт это достаточно качественные стрелы и здесь на самом деле ну не надо там ерничать что китайцы там что-нибудь напишут а там наша на самом деле что неизвестно муссен он наебывать вас не будет если выпускает стрелу 006 да он здесь так и напишет везде 006 то есть это стрелы на самом деле они разные в разных местах они есть 001 003 006 цена у них на самом деле одинаковая у разных продавцов вот поэтому стрелок там на 003 001 можно купить по той же цене что 006 ну естественно вот вы должны понимать что если за те же деньги то больше удовольствие то надо покупать то что получит в принципе из-за лишних стрел достаточно качественными являются вот мы тестировали их это карбон экспресс предаторы 4560 то есть стрела которая показывает заявленную жесткость имеет сзади металлическое ограждение но к по диаметру несколько меньше чем вот стандартные обычные стрелы имеет хорошие наконечники и в общем-то не особо дорого стоит поэтому по отношению к тому что продается в россии вот это вот один из самых неплохих вариантов ну и особенно если у вас растяжка там 26 27 28 то вот эти стрелы они как бы вполне для охоты то гоня если мы разговариваем уже о луках 62 фунта растяжки 30-32 либо луках 70 фунтов тогда либо мы говорим о обычных охотничьих там 62 растяжка 30 но мощным бродхеде либо это все происходит еще к тому же зимой там да на хорошем морозе то без стрел 300 вам никак не обойтись да это невозможно да потому что иначе все у вас полетит криво соответственно два варианта либо купить то что предлагают по 300 там да либо сделать из шафт ну на самом деле многие идут по обоим путям одновремя можно сделать и обычные стрелы там да и обычные стрелы сделать можно собственно говоря из запчастей ну вот допустим стрелы 300 там да значит стрелы 300 самодельные пожалуйста все вот они как бы это самое то есть я их сам сижу делаю и нормально с этими стрелами стреляют то что здесь никаких нету цацак при бабацак так я вам хочу сказать что они все нужны вот для тех кто живет для понта а не для практики поэтому вот здесь как бы ничего не надо наклеечку так и извините меня наклеечка изменяет прямизну наклейки оперения во первых во вторых она мешается в третьих она меняет поведение стрелы с точки зрения вибраций в четвертых неизвестно как она наклеена какая стрельность если у вас там наклейка это наклеена соответственно вот ограждение ноков оно нужно для того чтобы при попадании в мишень сзади то в общем-то по большей части при столкновении стрелы оставлялись целыми на самом деле они для охоты вот эти все не нужны все вот эти прибамбасики поэтому достаточно вполне нормального там оперения там до какого-то там нока там да и дальше уже вы выбираете себе бродхед и на этом как бы все в принципе можно взять шафт который вот идет на максима блу это вот шафты с натуральной максиму блу но мы видим что они показывают несколько худший результат но это и с обычной максимой на спортивном вот таком варианте часто бывает ну и соответственно вот мы таким образом выходим бюджетно из ситуации с покупкой стандартной стрелы на 350 да покупая шафт мы экономим практически там 30 процентов если мы все это там клеим самостоятельно если же конечно стрела у вас трехсотая там да и вам нужны какие-то разные варианты ее вооружение а в этих вариантах мы поговорим вот чуть попозже да соответственно мы должны клеить вот их в разном каком-то варианте ну и я снабжаю их разным оперением да вот красным там черным там желтым там и так далее да это все зависит от того что вставлено внутри стрелы а внутри стрелы может стоять боб вес в инсерт сзади вкручивается и со стороны наконечника и также боб вес добавочный вкручивается в металлический задний инсерт вот для того чтобы стабилизировать стрелы потому что вейд форвард конечно хорошо но в этом случае стрела на траектории она все время будет стремиться куда-то вниз упасть там носовой частью она долго планировать не будет и поэтому в принципе как рассчитывается вот это вот все значит если мы берем вертикаль и горизонталь до соответственно максимальная дистанцию пролетит стрела опущенная вверх под каким углом новые школы школьного курса физики наверное знаете что под углом 45 градусов соответственно она выпущена под углом 45 градусов и она упадет на максимальной дистанции под углом 45 градусов поэтому по идее собственно говоря вот под таким углом падающая стрела она говорит о том что она прошла максимальную дистанцию если мы придаем соответственно ей больше вес на нас она пораньше то будет кивать вниз поэтому дистанция будет соответственно сокращаться поэтому мы по углу прихода стрелы на определенную дистанцию регулировкой сменой боб веса переднего и заднего соответственно мы можем регулировать угол атаки стрелы в полете да поэтому если у вас стрела там тем более там выйд форвард да вот а вам нужно полететь там на достаточно большое расстояние иметь максимальную пенетрацию вам нужно конечно для пробивающей способности добавить веса стрелы но чтобы она с этим весом не кивнула поэтому вам нужно поставить соответственно передний боб да и задний чтобы стабилизировать стрелу относительно полета они чтобы она сразу там киряла вниз иначе вам сразу стандартного прицел не хватит вот поэтому вставляются бобы но эта история требующая отдельного повествования однако в оснащении стрел для профессионального баухантинга вот эта фишка она конечно непременно нужна но мы с вами поговорим о ней несколько другое время в принципе вообще начали разговаривать там да у каких-то комплектующих то в принципе все говорят там ну вот если оперение блейдер то это хорошее оперение а вот то которое непонятное оно непонятное да я вам скажу что вот на мусынах стоит настоящий блейзер и вот что он вытворяет если стрелы идут соответственно без упаковки и так далее вы кроме как без утюга и персонального выпрямления каждой стрелы ничего с этим не сделаете да вот ну вот приходит вот целая партия таких вот стрел бывает тогда если они без упаковки и вы не предупредили там продавца что там ты смотришь блин упакуй иначе я у тебя все это делать на самом деле такие стрелы лучше вообще переклеивать сразу на вот резинопластовое оперение это не бог не на это неистом но это гораздо лучше на самом деле потому что во первых она не сминается во вторых она очень просто распрямляется в третьих даже если она проходит через мишень там да вот соответственно то вот это оперение она достаточно просто просто отлетает и вы получаете целую пластинку не волнами вечно там стоящую а целую но отлетевшую да потому что резинопласт он хуже клеится а вам что нужно чтобы он как бы мертвый держался или пришел в негодность я думаю что если он пришел в негодность вы его обратно не приклеить но быть мучитесь мучиться с его отдиранием а если она отскочила то вы его целое возьмете приклеить на место да не мучаясь с отбиранием и не заменяя на другое до 2 выгоды вы сразу получаете поэтому все которые там говорят что там блейзер бог нет бить и витам да херня это все да она все всегда идет вот также как это натуральный блейзер да вот тут вот сплошная кривотинь блейзер это натуральный то же самое происходит на всех остальных стрелах при долгом лежание при температуре там дали попадание какую там среду или на солнце там они долго лежали да в конце концов тем более вот такие вот все эти вот оперения как на векторах стоят там да вы в лучшем случае это оперение вот это скажем так идеальное из старых карбон экспрессовое оперения но но почему целая и столько живет еще наклеенная видите под винтом да потому что она слышите она тоненькая и она резинопластовая поэтому она до сих пор живой а все остальные перья которые вот на стандартных векторах они все всегда сразу кривые вот поэтому блейзер там карбон экспресс это все херня обычный резинопластовый коротенький китайчик вот и будет все нормально на самом деле если же мы все-таки хотим стрелы 300 то их конечно продают и в виде шахтов и в виде там готовых стрел и достаточно много вот ну и в том числе они даже вот как бы встречаются именно китайско локализованные не предполагая что это где-то там будет еще продаваться за границей да потому что ну вот здесь это вот допустим стрелы джи чанг джи чанг достаточно хорошие стрелы в принципе там да значит здесь написано не использовать из луков фунтажом более семи фунтов ну это одни из самых как бы скажем так низкоуровневых стрел из стрел значит 300 спайна ну вот т-62 спайн 300 джи чанг вот да и предупреждение не использовать с луками значит соответственно более семидесяти фунтов да ну это относится и к тому что стрела это достаточно длинная 32 дюйма это вот достаточно длинные стрелы для 300 жесткости стрела на 32 это редкое если вы работаете с обычными диаметрами стрел да то вот в принципе я вам рекомендую голд эру значит это стрелы гризли спайн 300 ну конечно приходится там везде там менять и ноги и наконечники здесь вот латунные наконечники поставлены для тренировки слегка утяжеленные внутри вкручен в insert бог вес да и соответственно они имитируют брод хэды там да вот и все ну значит вот это use is special аккурат safe and durable то есть на стрелах на этих написано что это стрелы очень высокого качества предназначены для стрельбы в общем-то точно в цель и при высокой нагрузке поэтому они имеют повышенную прочность ну вот из 7,6 миллиметров стрел вот это одни из самых лучших до которые можно принципе купить на алиэкспресс спайн 300 вот длина 30-32 дюйма вот достаточно хорошее оперение в общем-то да здесь вот блейзер такой не пластиковый а блейзер больше такую резиночку да ну и латунь здесь конечно и боб вес поставлено мной самостоятельно стрелы приходится адаптировать ну и самые рекомендуемые в общем-то и лучшие стрелы из тех которые можно достаточно дешево купить там на алиэ это вот вот эти вот значит это стрелы они чуть-чуть потолще чем вектора вот но тем не менее стрелы особо тонкого диаметра ультрафин 4,2 внутренний соответственно везде как вы видите металлические ноги с особо тонкими соответственно ногами вот можно ставить их ультра смол лэйдж там фэт и там и так далее ну вот вот эти ноги тоже они продаются с возможностью вставки у них боб веса поэтому эту стрелу можно уравновесить в отличие конечно от интерлоперов и фокусов вот они все с длинными инсертами внутрь это на термоклее вклеено все это выклеивается на раз эти поменьше и эти соответственно побольше вот бывают там да и соответственно у них длина немножко разная да они бывают 30 половины 31 32 тюрьма но вот это вот наиболее рекомендуемые стрелы да они разные еще по утильному весу но у всех у них спайн 300 так как у вас естественно вы все столкнетесь вот с таким вот оперением у интерлоперов и всего остального прочего вот в том числе у некоторых стрел китайских которые продаются с так называемым правильным оперением там да как все говорят блейзер это значит хорошее оперение да на самом деле вам понадобится кто там традиции любит стрелять вот традиционное как бы оперение для того чтобы все это в общем-то доклеить нормальный блейзер с хорошим качеством резинопластовый для того чтобы это все не сменялось и так далее можно было переклеивать не оставляясь там эти всякие кривульки если у вас стрела меньшего диаметра вам нужно будет уменьшенное оперение специальное вот как на голубых стрелах вот такого типа да пулеобразные наконечники которые являются единственно правильными спортивниками нужно подбирать именно по вес своих бродхедов если вы не хотите их ржавленные постоянно тупые они соответственно у вас должны быть латунные но это подвес выбирается вы стараетесь имитировать на замену там фокусом и всем остальным вам нужно будет соответственно соответствующие наконечники которые вклеиваются в типоразмер 4 и 2 в зависимости от заднего нока который бывает толстые тоненькие не влазит в гнездо вам конечно нужно для замену для замены задние ноги если вы используете стрелы задними металлическими ногами но вам нужно конечно вот какой-то набор плюс так как все-таки рубин гуды у вас будут вам нужны запасные конечно периодически будет покупать чтобы ремонтировать вот эти задние ноги на охоту тоже самое заменяется чтобы по весу соответствовало люменоками соответствующего размера да с батареечками батареечки вынимаются не забудьте их менять они купили вы не вечные да ну и соответственно обычные там так называемый хороший блейзер переклеивать на что-то более нормально вам нужно резинопластовое соответствующее оперение вот поэтому и получается что на самом деле у вас стрелы должны быть пострелушечные какие-то тестируемые для малых фунтажей для больших фунтажей самодельные с регулировкой букв веса на птичку на зверя для фунтажа там до 60 фунтов для фунтажа больше 60 фунтов да с малыми диаметрами на крупную пич да стрелы для того чтобы соответственно стрелять там на большие дистанции вот ну и какие-то такие гарантированные убойные универсальные с которыми как говорят там да и в пир и в мир и в добрые люди да поэтому на самом деле палитра стрел то у одного баухантера она может там достигать в общем-то сотен единиц и все они будут соответственно использовали да для чего-либо в какой-либо период времени ну чтобы соответственно это все быстро заменять у вас должны быть какие-то подобранные варианты там да с установленными там про отходами соответственно для какой-то охоты там да допустим для зимней охоты для летней охоты там для охоты там на птичку для расходной вот куда-то пострелять вплоть даже до лисицы там да универсальный вариант там дорогой если пригласили там на хорошую охоту и там какой-то там супер убойный вариант там да если нужно большое мощное вхождение там да в любой там ситуации поэтому в зависимости от видов охоты времени года и вариантов дичи у вас столько и стрел должно быть а эти стрелы должны быть там и тренировочные и соответственно зачетные да потому что настрельными стрелами идти на охоту нельзя ну и соответственно для того чтобы все это можно было регулировать там да вы соответственно должны вот иметь некий инструментарий тонкой регулировки стрелы в полете мы еще вот поговорим об этих углах атаки о том какая стрела летит дальше зачем нужен там бог веса и как его выбирать андрей шалыгин national explorer ну и вы соответственно сейчас я вам еще покажу некий вариант тренировки для стрельбы по птице до стрельба из лука по воздушному змею юв tremор bed юв юв Продолжение следует... Продолжение следует... Мишень для тренировки по стрельбе из лука в лёд по крупной птице. Ну, в первую очередь гусь подразумевается, да, конечно, в качестве цели. Вот. Ну, вообще, в принципе, такая достаточно объёмная мишень. Она, ну, во-первых, вполне стойкая, во-вторых, сама по себе вполне маневрена, ну, в-третьих, вот, как бы ни одна машина не сымитирует ничего более интересного и более непредсказуемого, чем вот натуральный воздушный змей. Ну, вот, всё, можно стрелять. То есть мишень самодвижущаяся, да, как вы понимаете. Можете делать это где угодно, хоть в поле, хоть ещё где-то, хоть дома, если направление позволяет. Ну, вот так вот организуется мишенное поле собственными силами, без всяких там лапортовских многоумных и шибкоденежных средств. Причём стоимость такой развертки, она чисто зимзическая, вот, а качество наголо выше любых там 10 тысяч долларовых всяких прибамбасов. Да, кстати, эта же штука осенью вас предохранит от нашествия различных там дроздов и прочей хрени там, да, которые пытаются сесть на готовый урожай там плодово-ягодных культур там и сожрать всё вплоть до листвы при подготовке к отлёту в южные края. Я, конечно, сеть ставлю там, всё остальное прочее, но как англичане и прочие там у шлёпки там дроздов этих в миллионных количествах не жру там, да, включая там соловьиные язычки там, да, но защита посевов в этом случае, ну, культур своих там плодово-ягодных, она достаточно проблематично. Утром встал, тут стая 200-300 штук голов сразу села буквально 15 секунд там, и всю юргу там обнесли там, да, или там подсолнухи, вот, а запустил такую вот мишень, она и для пострелушек, вот, соответственно, годится в постоянном режиме, сама находится, хочешь сюда стреляй, хочешь туда стреляй, вот, ну и помогает в подсобном хозяйстве. Ну, соответственно, вы понимаете теперь, да, что вот эти все импортные там всякие говнострелы флу-флу на 10 метров, это всё херня, а лапортовская машина по сравнению со змеем это говно, вот, ничего лучше не имитирует, в общем-то, поведение там настоящей птицы, ну, в близких для достижения результата, с точки зрения боухантинга, чем вот воздушный змей, да, ну, вы можете регулировать, соответственно, высоту, вот, вот, а он уже сам будет совершать эволюции, самостоятельно совершенно, потому что там качающаяся конструкция плеч, вот, и это естественное его, собственно говоря, движение, которое за счёт баланса по ветровому потоку осуществляется этой машиной, но он самостоятельно здесь стабилизируется, ему не нужна никакая поддержка, вот, всё это управление, оно заключается в том, что мы его привязали к мишенному полю, и он здесь болтается хоть несколько дней там, да, ну, в маловетренное время можно его, соответственно, метров на 200, на 300 туда стравливать наверх, чтобы он был всегда в потоке, который существует постоянно, ну, и в зависимости от того, там, какой живучестью обладает данная конструкция, потому что, ну, по стоимости все вот такого рода змеи-имитаторы, они из родного, конечно, материала делаются, чем качественнее, соответственно, сама конструкция, тем дольше она там на ветру проживёт, ну, с точки зрения пострелушек одного такого на сезон выше крыши, я думаю, что даже на следующий сезон не надо будет никакой замены, вот, все это совершенно бюджетный вариант и абсолютно качественнейший, да, по сравнению там с любыми там всякими импортными машинами, видите, что вытворяет, да? Нормально маневрирующая цель такая хорошая, ну, вопрос безопасности уже с точки зрения там полёт стрелы, но это уже вы сами по месту должны регулировать, если у вас там что-то не подходит, не получается, там, да, соответственно, ну, идите в поле там и стреляйте.